Сильный снегопад, накрывший Самару, продлится до среды. По прогнозам синоптиков, атлантический циклон принесет в Поволжье снег и дождь с порывистым ветром. При этом температура воздуха не опустится ниже нуля. Из-за ухудшения погоды особое внимание уборки самарских улиц. На еженедельном совещании в мэрии руководитель Департамента городского хозяйства и экологии отчитывается. За сутки на уборку снега вывели больше 500 машин и почти 300 человек. На полигоны вывезли почти 10 тысяч тонн снега. Глава города Елена Лапушкина поручила усилить работу по очистке тротуаров, подходов к больницам, школам, детским садам. Особенно оперативно очищать крыши и дворы. Пришло время усиленно поработать. Поэтому на особые контроли обращаюсь к главным городским районам. Очень много жалоб идет по внутриквартальным территориям, по очистке. Здесь тоже подключайте совместно с управляющими компаниями, тоже лично контролируйте. Еще одна важная тема – качество воды. От самарцев в социальных сетях все чаще начали поступать сообщения о том, что вода из крана течет желтого цвета. Представитель ресурсоснабжающей организации пояснила – изменение цвета связано с резким повышением уровня воды в Волге осенью и аномально теплой зимой. И все, что было скоплено на берегах, в том числе растения, все у нас было смыто в Волгу. Все помнят ситуацию в декабре. Шуба, кстати, тоже была спровоцирована. Это как раз и дефактор. Потому что оба стала становиться под лед, уровень уже упал. И все, что было смыто с берегов, оно спровоцировало образование кристалловой льда, вот этой ледовой шубе. Эта ситуация впоследствии под льдом спровоцировала химическое разложение углов и вещественных, потому что когда средства распад и молочная вода, вы можете обратить внимание, что сейчас в Волге нет желтоватого количества цвета. По каждому обращению проводят проверку. С 1 января на предприятии введен усиленный лабораторный контроль на всех этапах подготовки воды. Специалисты говорят, за качество воды ручаются. Желтизну можно убрать, добавив при очистке больше хлора. Но процент реагента решили не повышать. Ситуацию возьмет под контроль и Департамент городского хозяйства и экологии. В ближайшее время всю необходимую информацию предприятие передаст. Также глава города проверит технологический процесс на НФС во время объезда районов. Лариса Шлафаст, Николай Сидоров. События.